23 апреля 2014 года Славутич навсегда потерял легендарного тренера по плаванию и просто хорошего человека Валерия Верхолётова. Долгие годы семейство Верхолётовых воспитывало плавательную элиту города. Именно они стояли у истоков зарождения и развития этого вида спорта в Славутиче. Они воспитали не одно поколение спортсменов, которые достойно представляли город на различного уровня соревнованиях. Пять лет назад болезнь забрала у нас Валерия Юрьевича. Спустя год после смерти в память о великом тренере у входа в бассейн Лазурный установили мемориальную доску и провели первый турнир памяти имени Валерия Верхолётова. Турнир стал ежегодным. В этом году его провели с 29 по 31 марта. На торжественном открытии возложили цветы к памятной доске и почтили память Валерия Юрьевича. Дорогие наши участники соревнований, тренеры, родители, да, вот уже пять лет нету с нами нашего чудесного тренера Валерия Юрьевича, но память о нем жива. Есть воспитанники, есть отделение по плаванию, которое продолжает свои успехи, продолжает выступать на больших соревнованиях и приносит хорошие результаты. Я хочу вам, во-первых, сначала пожелать, чтобы этот турнир был для вас удачным, чтобы вы показали все свои умения и, конечно же, достигли тоже хорошего результата. И пускай вода у вас будет легкой, удачный старт и, конечно же, призовой финиш. Но и, как я говорила, что результаты у нас по плаванию есть. И я хочу сказать, что в этом году наша школа отмечает уже 30 лет. И год, который 30-летний наш год, начался очень удачно. У нас очень много результатов хороших. И, конечно же, результаты по плаванию. Давным-давно у нас не было кандидатов в мастера спорта. Но это мы так считаем, что давно. И сегодня я хочу с большим удовольствием вручить удостоверение нашей воспитаннице, тренера Верхолёта Анины Николаевны, плавчихи, прекрасной плавчихи, удостоверение кандидата в мастера спорта за выполнение этого норматива и пожелать, конечно же, чтобы дальше она уже стала у нас мастером. Валентина. Хайбер. Вы давно знали этого результатов. Мы тебя поздравляем. Так держать и, конечно же, поднимать свою планку еще выше. Мы ждем от тебя, мастера. Очень-очень. Мы сегодня собрались, чтобы вспомнить человека, который всю свою жизнь отдал воспитанию подрастающего поколения детей, юношей, молодежи. И мы сожалеем о том, что его сейчас с нами нет, но жизнь продолжается. Спортивная школа работает, отделение плавает. И я хотела бы сегодня вручить свидетельство об окончании спортивной школы «Максимец» Марине Александровне. Приют из Коевской области. Жизнь свидетельство. Мы надеемся, что ты не перестанешь плавать, что выйдешь со школы, будешь дальше учиться и будешь продолжать заниматься спортом. Более 130 спортсменов различных возрастных групп от 8 лет до 52 лет соревновались на различных дистанциях и многоборьях. Первых два дня соревновались школьники, а 31 марта плыли дистанцию 50 метров вольным стилем ветераны-работники ЧАЭС. Чемпионами стали многоборье вольный стиль. Валентина Хаббл, Александр Бойчук, София Беляева, Артур Йовенко, София Роговая, Максим Брох, Станислав Гарин, Марк Голин, Арина Фидорец. Многоборье Брас, Мария Ващенко, Иван Базылев, София Карасева, Богдан Якубец, Владислав Гарин, София Роговая, Станислав Гарин. Многоборье Баттерфляй, Екатерина Хаббл, Игорь Агиенко, Иван Балта, Маргарита Гросс, Марк Голин. Многоборье на спине, Валентина Хаббл, которая, к слову, выполнила норматив кандидата в мастера спорта, а также Антон Салтыков, Милана Роговая, Тарас Рикуненко, Евгения Деркач, Максим Брох, Матвей Старожук. Кроме того, 24 спортсмена заняли второе место и третье место у 21 пловца. Среди ветеранов чемпионами стали Борис Прилепский, Вадим Тернавский, Евгений Драпов, Александр Степанов, Александр Черепанов, Станислав Юдин, Богдан Макаров, Павел Бахмачук, Никита Забродин и Даниил Серый. Второе место заняло 10 человек и третье место заняло 10 пловцов. Чемпионы и призеры чемпионата были награждены грамотами, медалями, а победители эстафетного плавания, которых было 10, вымпелами, значками и магнитами от отдела молодежи и спорта. Многоборцы брас были награждены кубками, ценными призами и дополнительными медалями брасиста от семьи Верхолетовых. Соревнования прошли организованно. Спортсменов готовили тренера-преподаватели комплексной детско-юношеско-спортивной школы Нина Верхолетова, Алена Титова и Татьяна Дурицкая.